Охота за сладким в самом разгаре и пока по продажам лидируют мандарины. Их есть можно уже сейчас. Китайские с листочками, турецкие, марокканские. Хорошо чистится, сладкие уже. Сезон сейчас марокканский, чем турецкие лучше. А, то есть они еще недоспелые будут? Ну, турецкие идут чистые, но киски сладкие. Будь то мандарины или конфеты, выбор сегодня огромный и может легко поставить в тупик, если задачиться качеством продукции. С куличками самых ходовых в Новый год товаров мы пошли в Роспотребнадзор. Эти мандарины и конфеты мы купили не на базаре, а в магазине. И когда мне пробивали на кассе вот эти конфеты, то грубо назвали их дешманскими. Сейчас вопрос о корпоративной этике мы поднимать не будем, хотя тут есть о чем поговорить. Сейчас мы посмотрим на эти мандарины и конфеты вместе со специалистом, чтобы понять, как выбирать новогодние подарки по принципу безопасности, а не стоимости. Если поверхность фрукта будет влажная, он у вас долго храниться не будет. Запах должен быть цитрусовый. Запах, цвет и ярко и бледно-оранжевый норма, говорит сотрудник Роспотребнадзора Ольга Бархатова. Срок годности, пятнышки. Эти контроль не пройдут. Допускаются незначительные повреждения поверхности, допустим, незначительные изменения окраски, не более 1,5 площади фрукта. И небольшие повреждения в виде бурых пятен образуются в момент формирования плода. Могут быть изменения окраски в виде солнечных ожогов. Встречаются такие покупатели, которым нужно развернуть мандарин, показать, что он вкусный. Конечно, конечно. Будут попробовать. Они разные же идут. А вы как к этому относитесь, как продавец? Да, всегда клиент прав. Можно попробовать, конечно, можно. Если кожица отделяется трудно, фрукт лучше не брать. А смотреть конфету тоже бывает не лишним. Если конфеты шоколадные, то у них будет ровная поверхность, ровная и блестящая поверхность. Если поверхность у конфеты матовая, то можно предположить, что там растительные жиры входят в состав. Смотрим обязательно на сроки годности. Если сроки годности большие, больше 6 месяцев, то можно предположить, что производитель не поскупился на консерванты. Еще один лайфхак. Белый налет на шоколаде означает нарушение температурного режима хранения. Как это скажется на вашем кишечнике, неизвестно. А что делать с коробкой конфет? Только переворачивать и смотреть срок годности. Если после вскрытия попался некачественный продукт, смело идти и требовать замены товара или возврата денег. Будьте внимательны, ведь от того, что вы выберете сейчас, зависит ваше здоровье и настроение в самые долгожданные праздники года. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком.